привет друзья с вами алексей группа иммиграция в австралию youtube канал австралия ролик друзья мои сегодня я хочу продолжить отвечать на ваши вопросы спасибо за то что вы присылаете порядка девяти человек мне прислала вопрос на тему герасимов ядоринкин петров просят прокомментировать весь этот их троллинг и срачное то что они устроили публично на ютьюбе и я конечно рад это для вас сделать потому что вы прислали мне ссылки это экономит мое время я сразу перешел на их видео посмотрел значит сразу хочу оговориться я не погружался глубоко в историю конфликта дело в том что это даже не надо потому что при беглом просмотре уже понятно о чем идет речь ребят вы мне прислали три ссылки по одной на видео герасимова видео ядоринкина и на видео петрова в котором они так сказать друг другу отвечают и срут посылает друг друга понятно да ребят поэтому у меня вот здесь есть лист которым конкретно в хронологическом порядке выписано так сказать претензии данных клиентов пациентов друг другу и что они говорят так что я рад предоставить вам свое так сказать взгляд со стороны ребят но я начну в хронологическом порядке да значит суть конфликта значит ядоринкина забанил герасимов своей группе во вконтакте которую создал герасимов для того чтобы окучивать так сказать свою аудиторию значит он ядоринкин выпускает по этому поводу первое видео с которого в общем то и начались взаимные обвинения и мы сейчас вам элементарно покажу значит кто кого в чем обвиняют ребят еще раз повторяю при секундном просто просмотре того чего они там несут да для меня и для любого человека в теме это абсолютно понятно значит две конкурирующие банды я бы назвал аферистами это опять же мое мнение до дискламер в начале видео есть на всякий случай до особо ретивом значит две банды аферистов не поделили поляну да то есть свою аудиторию ребят я немного отдалюсь опять в историю и поясню почему отчасти это происходит дело в том что ребят когда я 20 лет начинал в данном бизнесе мне было очевидно что поток иммигрантов вот так усенький очень маленький русскоговорящих иммигрантов да и я со своими партнерами мы сразу переключились на иностранцев как я и упоминал в одном из своих самых первых видео это причина почему нас и нет собственно на русскоязычном пространстве интернета у нас не было ни группы вконтакте не группы фейсбуке не тем более ютуба дело в том что проанализировав рынок я понял что ловить нечего к сожалению поток русскоязычный минимален в австралию и с деньгами у них не то чтобы хорошо понимаете поэтому мы решили остановиться на иностранцах и поверьте мне за 20 лет индия китай и индонезия наши соседи самая большая мусульманская азиатская страна в мире по населению полностью закрыли наши вопросы в клиентах как для бизнеса это я не говорю о европейцах американцах и канадцах их поток существовал всегда тоже но основное вот ребят китайцы индусы и малазийцы все вопросов нет огромные страны огромное население огромное количество людей с деньгами зачем нам нужны мы подумали русскоговорящие клиенты чтобы нам за пять долларов выносили мозг грубо говоря ничего личного просто бизнес да я объясняю так вот ошибка всех этих агентов и блогеров и вообще всех кто ориентирован в австралии на русских клиентов они переоценивают платил платежеспособности клиентскую базу целевой аудитории да то есть русских и русскоговорящих и просто жить за счет русских клиентов люди не могут мать тем более когда было лет 15 20 назад до бумажку агента можно было получить за двух не двух трех недельные курсы да я вам это тоже говорил потом стали подкручивать гайки но тем не менее каждый второй был агент и в бега от своих клиентов до кинутых уходила по несколько прям штук агентишков аферистов год ребят в год бега по австралии и за пределы австралии сбегали наш клиент тоже иногда были кинуты не на маленькие деньги а кто-то и на последнюю квартиру джитомире проданную понимаете то есть вот такие вот дела значит весь конфликт еще раз банально не поделили поляну электората своего да в данном случае не электората целевая аудитория значит после того как герасимов банят у себя и до римкина в группе ну а что значит банит ничего себе конкурент пришел в группу которая создана самим герасимом конкурентом чтобы окучивать свою аудиторию туда приходит герасимов петров и начинает там разводить активность привлекая к себе внимание естественно и они даже запустили там какие-то видео уже с предъявами самому герасимову видео были удалены и ядаринкин забанен но давайте по порядку значит первое вышло после того как ядаринкина забанили у него бомбанул пятая точка и он выпускает первое видео которое называет разоблачение герасима значит напоминаю в то время герасимов и петров работали в одной банде да вместе были и конкуренты были герасимов и тот агент который на то время у него был ну что герасимов менял агентов ну как и все они меняют подельничков да к примеру герасимов и петров не 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 герасимов петров ядаринкин и петров сначала вместе работали а потом петров с ядаринкин тоже разосрались об этом чуть позже значит и герасимов после она что ядаринкин после бана у группы в герасимов записывает видос в котором он предъявляет герасимов следующее например что прям в хронологическом порядке конкретно что говорил ядаринкин в своем первом видео которое бросил предъяву герасимов герасимов говорил в своем видео что петров шарлатан и надо идти к его герасимова агенту который с ним связан по всем вопросам студентов и мигрантов там герасимова и говорит что а агенты по обучению они иммиграционные агенты есть по обучению который петров и есть иммиграционные агенты которую более общую специализацию мать герасимов утверждал что все агенты по обучению а шарлатаны включая петрова к ним идти не надо а нужно идти к его вот которого он укажет иммиграционному агенту слушайте, ну а еще тут можно сказать, да все тянут одеяло на свою поляну, значит, естественно Герасимов начал троллить конкурента значит, далее, следующий Деринген говорит, что Герасимов даже сам, имея финансовый прямой интерес чтобы не зависеть от агентов да, подельников, чтобы не было, чтобы все деньги себе на карман класть с клиентом, да со своей аудиторией Герасимов пошел сам на курсы иммиграционного агента, но понял, что не сможет отучиться, потому что у Герасимова нет ни английского, у него ничего вообще нет, он как работяк заехал, насколько я понял, то есть какие там это самые агенты, там уже просто Герасимов уже подавал, когда гайки подкрутили и уже недостаточно было, чтобы получить бумажку агента три недели обучения в каком-то, в шараге какой-то в Тейфе, например, да, в технаре нашем значит, Ядаринкин говорит, что Герасимов пошел на курсы, а потом забрал оттуда документы и не стал учиться не смог ну, все нормально, логично далее следующее, что поставил на вид Ядаринкин Герасимов, это то, что Герасимов просил у подписчиков деньги, снял специальный видос на эту тему, который был снят после тысячи видосов ровно исполнилась круглая циферка видосов на канале Герасимов Герасимов снимает тысячи первый видос в котором конкретно просит у подписчиков денег перевести ему иначе он закрывает канал значит об этом говорит не только Ядаринкин в этом видео а и буквально через несколько дней Петров в своем видео Рамзес подтверждает это да что у него так и называется видео у Петрова а Герасимов закрывает канал об этом чуть позже значит вот в общем-то и все и главный главный предъява Ядаринкина которая проходит несколько раз прямым текстом через его видео это то, что Герасимов обманывает людей о том здесь я полностью согласен Сидаринкиным потому что Герасимов как я уже говорил продает вам не реалистичные ожидания да он не он просто врет да я уже несколько видео снял на тему его вранья и разобрал вот так с листочком конкретно что он врет да значит Герасимов фактически говорит вам то чего вы никогда не достигнете заплатив деньги понимаете он вот недавно снял видео со своим новым подельником агентом что вау работяги давай завози работяг ребят ну это нонсенс понимаете я как я думаю я сниму об этом видео в ближайшее время да там пятерки аэлс нужно скажите мне работягу который знает пятерки аэлс даст на пять ну и так далее там нужно в общем как обычно он не говорит что нужны спонсоры и так далее я сейчас не хочу так сказать углубляться значит возьмите вот трехдневной трехдневной давности опять снял видео Герасимов вау в октябре открывается самолетное сообщение с Австралией якобы босс Квантуса дал пресс-конференцию и сказал в октябре открывается пакуй чемоданы давай плати деньги заноси заезжай в Австралию ребят я видел лично это трехминутное шоу грустного клоуна по ТВ потому что все требуют общественность хочет знать когда можно летать значит этот босс Квантуса дает это интервью раз где-то в два-три месяца постоянно перенося сроки открытия перелетов значит эта информация ровно ноль это информация о том что есть планы в октябре притворить притворить жизнь план по возобновлению полета никакой конкретики никаких обещаний никаких ничего о чем вы говорите с начала пандемии это каждых три месяца есть план и каждый раз открытие перелетов переносится ребят как подает это пациент герасимов у меня для вас хорошая новость сегодня друзья цитата да в октябре открывается Австралия ребят это ложь ложь призванная у вас создать ложное впечатление что в октябре вы можете заехать в Австралию чего 100% 100% в данном случае не 99% а 100% 100% из смотрящих это видео не сможет сделать по причинам которые изложил ранее первое приоритет номер один сотни тысяч австралийцев которые сейчас застряли за рубежом которые все еще не могут вернуться в Австралию из-за квот на входящий поток представляете далее их родственники далее медицинские показания далее бизнес большой бизнес да то есть вы понимаете в этой очереди на въезд где будут стоять русские казахские украинские студенты понимаете значит ноль ноль из вас значит в октябре заедет так же как ноль в предыдущем видео я говорил что как он врал что в январе хорошие новости увеличить поток студентов австралийское правительство планирует да оно планирует но вам ничего не светит понимаете а у людей создается ложное впечатление что пора заносить денег агенту которого укажет Герасимов Герасимов себе положит половину на карман и все будут в шоколаде а вы не получите визу и не заедете или получите визу но не заедете но скорее всего не получите визу и не заедете соответственно все понимаете предъявить ничего нельзя они вам отмажутся как я уже говорил в предыдущем видео ну такая ситуация и скажет а вон у нас 100 человек заехал что будет вранье вот и все значит вот Ядоринкин выпустил это видео далее естественно ответ Герасимов не заставил долго ждать Герасимов выпускает видео под названием как завалить вашу эмиграцию в Австралию пример Александр Ядоринкин причем ребят это видео 2020 года то есть вот относительно свежее да в котором цитата Герасимов говорит дословно следующее в 2020 году завинтили гайки таким образом из России и Украины и Казахстана невозможно эмигрировать кавычки закрывается ребят а как то он так вот перебывается в воздухе что ли и продолжает после этого рекламу десятками накидывать видео давай заноси баблишко получай визу заезжай значит еще раз ребят это важно человек в 2020 году несколько месяцев назад говорит на свою аудиторию в 2020 году завинтили гайки из России Украины Казахстана невозможно эмигрировать кавычки закрываются а сам продолжает рекламу услуг своего агента и зазывает аудиторию давай пакуй чемодан и заезжай в Австралию понимаете далее Герасимов пытается передернуть факты и увести разговор от предъявленных ему обвинений а именно допустим уличает во вранье якобы вранье ядоринкина что он наврал в своем видео что он за 3 года выучился на 8 баллов аэлса уча только язык значит ребят во первых при чем здесь это ему другие суть обвинений к нему другая понимаете может еще он ему предъявит что он там в детстве собачку замучил к примеру но говоря конкретно о 8 баллах за 3 года абсолютно возможно еще раз я подтверждаю я приехал 23 года в Австралию через полгода я говорил все через полгода я говорил у меня был уровень да но я знаю миллион людей которые приезжают в Австралию с определенным уровнем да не учат английский язык в колледже они сразу поступают на фаундейшн курс при университете в котором они потом планируют учиться и изучают там академик инглиш потому что у них уже уровень высокий но еще раз говорю 8 баллов за 3 года с нулей как говорит Ядаринкин абсолютно возможно но здесь такая маленький нюанс нужно не сидеть 24 на 7 дристать в ютюб русскоязычный да и потом в семье своей вращаться из русской комьюнити понимаете да то есть общение ноль а как я и как вполне возможно и Даринкин общаться с австралами понимаете 24 7 мой вариант я буквально чуть-чуть несколько месяцев пообщался с русскими и 20 лет я с русскими не общаюсь понимаете я через полгода после приезда говорил еще раз повторюсь вот тот факт сказать что я не общаюсь с русскими очень большой мой плюс в плане того что меня не могут вот так вот затроллить потому что меня никто не знает прямо да что называется directly и я ничем не скомпрометировал себя среди русских среди всей этой швали и так далее я не говорю что все русские швали но среди них есть такие ребят об этом чуть позже да рассказывать не будем как чуть позже заметит Герасимов а то мы тут расскажем так что федеральная полиция подъедет кой-кому да Герасимов ну вот значит следующее обвинение Герасимова постановка интервью с успешным клиентом ну тут опять передергивание фактов кому верить было было интервью успешным Герасимов говорит что клиент потом не заехал ну господи миллион объяснений этому может быть да ты объясни почему ты врешь нон-стоп годами на своем канале и разводишь людей на деньги вот что предъявляет ему Ядоринкин а причем я ни в коем случае не пытаюсь принять стороны Ядоринкина я ничью сторону не принимаю я просто вам рассказываю как оно есть Ядоринкин конкурент все с те же с те же абсолютно целями да а кучу свою аудиторию положить как можно больше бабла на карман значит постановка с интервью интервью якобы постановка якобы интервью с успешным клиентом но я вас умоляю при чем здесь это ты ответь за то что обманываешь людей значит там же он говорит в каких-то завуалированных тонах что я не буду об этом говорить но Ядоринкин продал Петрова и это отдельная история Петров попал в результате этой истории в больницу с прединфарктом значит в чем там была история значит я посмотрел по одному видео каждого значит Петров что говорит про Ядоринкина значит как я в начале сказал сначала Петров с Ядоринкиным работали вместе а потом разосрались значит почему произошел произошел срач уже внутри УПГ да значит как говорит Петров видео можно посмотреть его он устроил Ядоринкина на работу в колледж колледж естественно афилирован с Петровым если вообще не принадлежит его сообщникам значит как работает система дело в том что в этой криминальной цепочке агент блогер еще есть и колледж понимаете я знаю кучу людей которые владеют собственным фейковым колледжем которые не нужно посещать вы наверное знаете о чем я говорю в Америке куча везде по миру это есть в Америке куча университетов постоянно их закрывают отбирают лицензии людей принимают и так далее значит Австралия не исключение значит я учился в колледже 3 пропуска визу не продляют да топовый у меня колледж был в 98 году я платил за него где-то больше 20 тысяч долларов в год мне стоило языковый колледж понимаете да в 98 году 20 лет назад это топ топ самый топ колледжи 3 пропуска без уважительной причины до свидания домой чемодан домой визу заканчивают значит люди аферисты просекли что можно создать колледж я могу создать колледж любой австралиец может создать колледж это относительно просто и сделать в нем фейковое посещение то есть студенты не посещают занятия только там числятся а сами нелегально работают вы наверное об этом слышали это все сейчас прикрутили но тем не менее разговор то не сейчас а что тогда было вот значит Петров в своем видео именно говорит что он устроил преподавателя Бьедоринкина к себе в колледж понимаете значит и когда у них пошел срач когда пришла якобы проверка потому что колледж проверяют прям заходят в аудиторию и смотрят сколько студентов присутствует дословно Петров говорит цитата там сидит в аудитории один Едоринкин ни одного студента Едоринкин пилит видосы на свой говноканал понимаете ноль студентов и Петров еще сетует вау хоть бы 30 процентов было а то он склонял студентов не посещать совсем что он им все посещение проставит чтобы он мог сидеть совсем один и пилить видосы тем самым подставил колледж за это вообще-то отбирает лицензию там может быть по уголовочке пойти и так далее после этого Петров выгоняет Едоринкина как преподавателя из колледжа после этого конец сотрудничества Петрова и Едоринкина они находятся в состоянии срача вот и все значит вполне возможно просто это серьезная вещь если тебя уличают в том что ты имеешь отношение уж не дай бог совладелец колледжа фейкового да такого это серьезная вещь там менты там статья и так далее может после этого Петров попал в больницу с прединфактом я еще раз говорю я посмотрел по одному видео каждого пациента как говорится говорю то что я видел в этих видео а там может он рассказывает значит Петров это отдельная вообще история человек испражняется в YouTube тремя видео в день минимум но об этом чуть-чуть попозже опять же значит далее Герасимов предъявляет опять же что Едоринкин любит Австралию а жить не на что уехал в Испанию что у него накрученный канал это говорит Герасимов у которого 70 тысяч подписчиков полторы полторы три тысячи в среднем просмотров то есть ноль канал мертвый и который записывает тысяча первое свое видео за номером тысяча один уважаемые подписчики если вы не скидываете мне бабла то я закрываю канал у меня нет монетизации это при том что Едоринкин опять же в своем видео говорит что он подключил Герасимов партнерку на канал то есть какое-то бабло был но понятно что как с любым русскоязычным бизнесом включая русскоязычный ютуб ну кто сейчас живет в просмотрах понятно да значит еще раз Герасимов обменяет Едоринкина в накрученном канале с чем я согласен потому что у Едоринкина каждый кто шарит в ютубе это сразу видит значит у Едоринкина 25 тысяч подписчиков как только он выпускает видео постит у него сразу за несколько часов взлетает полторы тысячи просмотров которые он видимо проплатил а дальше ноль и три комментария под каждым видео все да но у Герасимова такой же да канал накручен но у Герасимова такой же накрученный канал только у него масштабы другие у него 80 тысяч или 70 подписчиков 3 3 6 5 тысяч просмотров на каждый видос и горстка комментариев из которых половина хейт который он удаляет да по дизлайкам можно понять сколько у него хейт и кстати Едоринкин в своем же видео говорит что Герасимов закрыл комментарии в том видео в котором он попросил бабла а иначе он закрывает канал значит видео это не нашел я просто в поиске вбил его не было видим закрыл комментарий но понятно Герасимов словил хейта и видимо видео уже нет он его удалил вот он что как бы канал жив здоров работает здоров он не здоров но свою функцию выполняет а именно привлечение лохов вот не знаю насколько успешно но тем не менее вернее я знаю что это не успешно но канал и поныне там и Герасимов занимается тем чем он занимается то есть в каждом видео врет аудитории далее Герасимов высказывает абсолютно натянутое предположение что Ядаренькин уехал из Австралии видимо скрывается от клиентов извини меня я знаю десятки за 20 лет агентов бывших кто так сказать скрывается в бегах да и он еще опять же Герасимов завершает свое видео словами еще раз говорит иммиграции да цитата иммиграции невозможно в данный момент почему Ядаренькин рекламирует иммиграцию а почему Герасимов сам иммиграцию рекламирует после этого видео вот в чем вопрос ты себя начни понимаете ребят и завершает он свой видос Герасимов ну помимо того что он назвал Ядаренькина подлецом кавычки да открывается цитата там Петров такие истории может рассказать значит Герасимов еще раз я могу такие истории рассказать что тут людей прямо сейчас позакрывают понял попомни мои слова вот и все значит результатом всего этого срача опять же показывает что люди абсолютно не знают как работает система значит Ядаренькин заходит на веб-сайт ментов полиции и в киберкрайм пишет заяву на Герасимова автоматом система присылает ему так называемый event number и вот сейчас у Герасимова типа высадится спецназ австралийский да просто люди не знают как все работает я-то 20 лет в судах понимаете в австралийских значит всем все по барабану Австралия как любая развитая страна высоко развитая и богатая страна теряет на киберкрайме сотни миллионов долларов в год плюс к этому еще дакнет оружие наркотики все в дакнете это тоже киберкрайм детская порнография и там длинный список что происходит identity воруют и так далее эти пациенты думают что там кому-то есть дело до того что один меграш косноязычный послал другого меграша на своем говноканале просто автоматически система им присылает что ваша заява зарегистрирована все до свидания никакого максимум может быть какой-то клерк клерк позвонил Герасиму и сказал слушай извинись чтобы все это закрыто было чтобы нам это самое статистику не портить мы делать все равно ничего не будем понимаете значит что и делает обосравшись Герасимов приносит свои извинения да обсираться не надо было ну и он и встречную заяву на и Доринкина тоже делает все а вот и ныне там что дальше то где спецназ они прям знаете это вот именно русских которые общаются не знают австралийской жизни вне зависимости сколько они живут кстати Герасимов живой сколько 5-6 лет он вас там мучит они считают что прям вау здесь вам не там имея ввиду не Россия не Россия и Украина откуда они сюда разгрузились вилами да как мы говорим с баржи типа вот только здесь один звонок и сразу к вам там ниндзя шварценеггер и Сталлоне и спецназ приедет ничего подобного всем насрать всем насрать понимаете особенно вот на это вот один один меграж послал другого и дальше что ага сейчас такие дела ребят значит ну и в заключении наверное про Петрова значит я уже говорил значит я не знал вообще кто такой Петров перехожу по вашей ссылочке вау ребят лет 15 а то и 17 назад мне показали вот это Рамзес он засрал весь ютюб тогда никто не Рамзес срет в ютюбе с момента образования этого ютюба тогда представляете 17 лет назад мне прям дословно говорят вот это Рамзес он засрал весь ютюб понимаете ну я посмотрел и закрыл кому какое дело до какого-то серуна онлайн значит когда я зашел сейчас к Петрову я такой вау знакомые все лица он из них походу только может сравниться со стажем иммиграции со мной я в 98 напишите в комментариях кто в курсе когда Рамзес разгрузился вилами он давно да вот а не то что эти по 5 3 года короче и здесь вам учит жизни значит слушайте ребят ну я первый раз посмотрел его видео Петрова ребят ну это я не знаю есть наверное какой-то термин в медицине в психиатрии в общем-то и смех и грех но человек на протяжении 15 может 20 лет срет виду причем сейчас это на такой стадии что он испражняется извиняюсь все это за выражение конечно но я называю вещи своими именами он испражняется с частотой где-то минимум 3 видео в день ребят у него значит читаю прям данные 5,7к подписчиков то есть 5000 почти 7 5,7 50 в лучшем случае 50 ну как в лучшем везде есть хайповое видео но я посмотрел на одной странице вот сколько у него там есть сотня видео у него 20 30 40 50 просмотров ребят я ничего еще раз говорю не знаю ничего против не имею все что я в этом видео сказал это мое личное мнение как вы просили да дисклаймер все дела ребят ну просто у человека видимо нет кто бы ему так сказать положил дружескую руку на плечо сказал Рамзес отдохни бро take a break как говорится да take a break значит я в общем не знаю я не видел такого да по 3 видео в день 50 просмотров на видос в течение 15 лет понимаете да значит ну там ноль комментариев естественно и он дает советы у кого что накручено у Ядаринкина там у Герасимова почему Герасимов не должен закрывать канал точнее он не говорит этого он говорит ему какие-то дает советы что про какую-то рыбалку надо снимать взять вискаря на рыбалку кстати о вискаре в видео конец агента Ядаринкина или так и нет так называется видео мне еще присылают ссылку спасибо вам за ссылку я глянул там буквально 5 минут он бухой то есть у него глаза в кучу мимика язык не ворочается соответствующее движение какие-то стихи читает ну бухой человек там он прыгает от счастья что Ядаринкин не продлил лицензию в 20-м году лицензию надо каждый год продлевать это стоит несколько тысяч долларов и так далее сейчас еще и критерии у тебя должно быть сколько-то клиентов то есть ты не можешь просто платить бабло допустим по-моему там должны дела реальные какие-то быть то есть ты должен показать активность А Ядаринкин свалил вообще из Австралии соответственно ему нет смысла у него бизнес ноль то есть он просто выбросил деньги на свою лицензию и время но это не он один я как говорю это десятки агентов средняя продолжительность жизни агента очень короткая от момента пока он получает свою лицензию вау давай налетай пароходами всех завезу все возможно нет ничего невозможного и до момента пока он накидал уже столько клиентов что он в бегах очень короткий там некоторые буквально годы не выдерживают ребят я вам серьезно говорю вот и все и значит это Петров пьяный в своем видео прыгает и радуется что и Даринкин не продлил лицензии и на этом все заканчивается в общем ребят вот все я закругляюсь чтобы в общем все понятно да этот пауков в банке да в русской комьюнити друг друга облили говном все из-за денег все врут больше нечего сказать ребят вот вам мое мнение спасибо за то что посмотрели оставьте свои комментарии что вы по этому поводу думаете и вообще что бы вы хотели увидеть в следующих видео может быть скиньте мне ссылки да если вы хотите чтобы я что-то прокомментировал просто кидайте ссылку это экономит время просто чтобы найти потому что реально можно искать особенного Петрова да но человек больной 3 видео в день минимум и 20 просмотров на каждую подпишитесь на канал это помогает его продвижению поставьте лайк видосу если вам понравилось я со своей стороны всегда рад прокомментировать все что вы хотите тем самым чтобы у вас было независимое мнение да независимое еще одно может быть да о том вообще что происходит на миграционном рынке по ситуации и по всем этим а также смежным вопросам да по Австралии я ребят 23 года в Австралии ну если я не эксперт то кто ребят спасибо за просмотр подписывайтесь на канал до встречи в следующем видео все будет отлично победа будет за нами вау вау